Добрый день. Сегодня мы с вами обсудим несколько алгоритмов, которые включают в себя просто перебор, умный перебор. Поговорим немножко про неклассические методы оптимизации и про то, как в этом участвуют нейронные сети. Мы с вами в прошлый раз, в прошлом занятии по алгоритмам, обсуждали, что бывают такие задачи, которые долго решать. Бывают задачи, которые вообще невозможно решить, например, задача проверки того, что программа зависит на данном входе или нет. Такая задача может быть вообще решаться только если вы ведете какие-то дополнительные стоги и ограничения. Ну и, собственно, таким образом у вас, например, получится статический анализатор кода, который используется Visual Studio. А есть задачи, которые решать просто долго. То есть это либо задачи, которые являются реальными НП-задачами, то есть какой-то ответ да или нет, и при этом вы можете проверить быстро, вот имея ответ, имея как это все происходит, сертификат, вы можете проверить решение задачи быстро, но получить сертификат вы не можете. Ну, либо это задачи похожие на НП-задачи, ведь же их достаточно долго нужно отдать времени, чтобы их решить. У них зависимость не полиномиальная от входа, а уже более высокого порядка, ну, точнее, экспоненциальность. Вот. Значит, классическая задача, одна из НП-задач, является задача КМИ-вырежора, и она хороша тем, что она реально встречается на практике, поэтому на ней любят отрабатывать разные алгоритмы оптимизации. Значит, идея этой задачи состоит в следующем, что у нас есть города, а все эти города, ну, соединены друг с другом, и у нас есть КМИ-вырежор, который может по этим городам ходить. Значит, КМИ-вырежор хочет в каждом городе оказаться всего лишь один раз, потому что он там продает какие-то... Он что-то продает, и продает это не очень хорошо, не очень качественно, не очень хорошо, поэтому его, если он окажется, еще раз в том же городе, пробьют. Вот. Поэтому у него задача пройти по каждому городу ровно один раз, но вернуться к этому, вот, в исходный город, с которого он начался, в исходный город, где его бить никто не будет. Вот. При этом он хочет, чтобы затраты на этот путь, то есть по времени, там, или, например, каждый раз к приходе на пути из города, в город Бэрис, таможня, чтобы затраты суммарные были минимальны. Вот. Как эту задачу можно решать? Ну, первый, самый простой вариант – это решение задачи перебором. Но, к сожалению, решение задачи перебором будет работать очень-очень хорошо, потому что, ну, давайте просто подумаем. Значит, тут у нас пять вершин. Просто возьмем, например, начнем мы в какой-то вершине. Значит, число способов выбрать – это пять. Я уже написал ответ, значит. Вторую вершину – четыре, третью вершину – три, ну и так далее. Это, получается, пять факториалов. А в сумме это, если у нас много вершин, в общем случае, это N факториал. Действительно, получается. Вот. Ну, тут, конечно, не учитывается то, что на самом деле у нас некоторые пиостановки, они одинаковые по своей природе. То есть, когда мы идем по циклу, нам без разницы, в каком месте цикла начать у нас. Например, в случае, если у нас граф всего ABC, то есть трех вершин состоит, то у нас цикл ABC – это то же самое, что цикл ЦАП. Но нам это не особо важно. И в основном это не получится уменьшить как-то значимое количество вариантов, которые надо просмотреть. И будет N факториал, что очень-очень грустно. При этом мы понимаем, что все равно от экспонента мы никуда не уйдем, все равно будет работать долго, но хотелось бы, чтобы все-таки работало чуть быстрее. Чуть-очень повторял, если пытаться из него получить экспонент, то это очень нехорошая, получается, зависимость. Можно получить лучшую, чем у меня. Значит, и один из вариантов – это так называемый умный перебор. Значит, как мы его будем делать? Чеумный перебор, и один из вариантов умного перебора – это метод ветвей гранита. Значит, как мы его будем делать? Ну, начнем мы с некой вершины А. Ну, можем для… опять же, так как нам без разницы с вершины начать, мы начнем с вершины А. Значит, дальше мы просто скажем, что хорошо, из А мы можем пойти куда? Да, мы можем пойти в Б, в С, ну, в любую вершину, мы пойдем в Б. Это будет стоить единичку. Потом мы пойдем в С, потом мы пойдем в Д, потом мы пойдем в Е. Значит, сколько будет суммарно стоимость такого пути? Значит, единичка плюс от Б в С. Тоже единичка, от С в Д – это двойка, и от Д в Е – это пятерка. Значит, получается суммарно, что это 9, и плюс еще нам нужно из Е вернуться в А, это еще единичка, поэтому суммарно получается 10. Окей, мы можем запомнить, что у нас текущий лучший результат – это 10. Теперь давайте попробуем его улучшить. Ну, просто другой путь я начинал. Ну, допустим, нас результат не устраивал, мы же хотим лучше найти. Ну, возьмем из А, пойдем в, скажем, С. Это нам будет стоить 4. Потом из С мы пойдем в Е, и это будет стоить 3. Потом из Е мы пойдем в В, и пусть это там тоже будет стоить 4. И после этого из В мы должны пойти в Д, на самом деле. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Значит, из А в С стоимость 4, из С в Е – 3, а из Е в В – 4. Значит, суммарно 11 уже. Вот нам не нужно пытаться проверять этот вариант дальше. Почему? Потому что этот вариант уже очень плохой. Он явно хуже, чем любой, чем наш хороший вариант. То есть мы не можем в ходе добавления новых вершин в наш путь уменьшить длину нашего цикла. Поэтому мы можем сказать, что вся эта история, то есть тут можно было пойти, ну, здесь можно было пойти, на самом деле, только в одну вершину, но если можно было пойти в разные вершины, нам это без разницы, потому что мы понимаем, что, оказавшись уже в вершине В, мы дальше идти не будем, потому что этот вариант просто проверять бессмысленно. Вот. Обычно, соответственно, получается вот этот, значит, это почему баланс? То есть мы выбрали какой-то вариант, но нам нравится. Вот у него стоимость 10. Пока мы не найдем вариант лучше, мы будем продолжать перебирать варианты. И при этом, если какой-то вариант заведомо стал хуже, чем наш лучший текущий вариант, мы просто этот вариант дальше не рассматриваем. Почему branch? Потому что на самом деле обычно эту историю проводят, ну, то есть не вот так делают просто варианты записывая, а конкретно проверяют. Значит, вот получилось этот вариант, значит, из D мы больше никуда не можем пойти, только в E. Значит, из C мы, в принципе, могли пойти куда еще? Мы из C могли пойти сначала в E, а потом в D. Допустим, мы из C сначала пошли в E. Значит, из C в E ребро тройка, из E в D по-прежнему 5. Вот, можно посчитать, что тут 5 плюс 5. Ну, то есть нам не нужно проверять последнее, то есть нам не нужно добавлять переход в вершину A обратно, потому что, опять же, это решение как минимум не лучше. того, что у нас уже есть. Опять же мы дальше не идем. Ну, тут на самом деле мы уже до конца, по сути, дальше не будем. Значит, кроме других вариантов нет? Нет. Вот дальше мы возвращаемся сюда. Берем тут вариант какой-нибудь. Значит, давайте попробуем, пойдем в D. Значит, из B в D стоимость похода 2. Из D пойдем в C. Тоже стоимость похода 2. И у нас из C остается путь в E, который будет равен единичке. Что ж такое? Вот. С C будет равен единичке. И получается, таким образом дойдем до... Да. Значит, и из E нам нужно вернуть C в A. Это тоже единичка. Значит, получается, что? Какой у нас путь? 1, 3. 3, 5. Еще из C в E 3. Это 8. И суммарно будет 9. То есть у нас лучший путь. Теперь это вот этот. Мы записываем, что все пути, которые в какой-то момент времени стали оцениваться хуже, чем 9, мы их будем выкидывать. Ну и так далее. Можно так вот все перебрать. Тут на самом деле 9, по-моему, оптимальный путь. Вот. И вы таким образом сможете перебрать все эти варианты. Но опять же, понятно, что мы можем... Ну, гипотетически, вот же варианты можно же отсоцировать от худшего к лучшему. От худшего к лучшему. Вот мы можем найти сначала худший вариант, потом перебирать все остальные варианты. В таком порядке. Может такое возникнуть. Тогда у нас сложность будет та же самая. n! В лучшем случае. Ну, часто, на самом деле, вы будете находить либо не лучший вариант решения сразу, но вы будете находить там плюс-минус оптимальный, и у вас половина... У вас половина... Половина этих... То есть, вполне возможно, что вы найдете лучший ответ вообще там за очень-очень маленькое время. Все равно, в худшем случае, это n! факториал, но при этом вы получите вот эту... Ну, при этом вы... То есть, в среднем и в худшем случае... Ну, и в лучшем случае у вас хотя бы будет не все-таки не полный перебор, а какое-то сильно меньшее количество действий. Все равно это долго. Но хотя бы... То есть, опять же, вы для этой штуки... Получится, что иногда, если у вас достаточно хорошая задача, на самом деле, то у вас... Вы действительно будете решать ее достаточно быстро. Вот. Соответственно, этот метод branching bound, он на самом деле очень мощный, и его можно улучшать серьезно. То есть, вот то, что мы оценивали в данном пути, что он вот будет такой-то, и можно вот воспользоваться. То есть, мы оценивали просто вот текущее. То есть, насколько мы... Насколько все плохо, мы оценивали только по... Вот в текущей сумме пути. Можно пытаться прикинуть, что, например, у нас мы вот прошли из вершины А, вершину Б и вершину С, а дальше мы точно знаем, что, чтобы пройти от Д к Е, мы не можем потратить меньше пяти, скажем. Вот мы... За счет этого мы там сразу можем в какой-то момент, например, отбрить варианты все, которые взяли только эти три вершины. Или мы можем там буквально пошли в эту вершину и знаем, что вот здесь уже вот эта длина вот этого пути, она может там, может быть, не может быть меньше, чем чего-то. Так можно тоже делать через островные деревья. И вот за счет таких вот оптимизаций вы действительно можете получить очень быстро работающие алгоритмы, которые будут работать там и на городах размера там пять тысяч, условно. на числе городов будет, условно, пять тысяч. Вот. А теперь мы перейдем к следующему алгоритму. Вот. Динамического программирования. Попробуем и... Ну, давайте еще одну точку разберем. Историю. Вот важно понимать, что динамическое программирование – это не синоним эффективности. То есть вот очень часто люди считают, что если при какой-то задаче сработал метод, там, скажем, жадный алгоритм или сработал динамическое программирование, то это значит, что эта задача вот она автоматически, легко и красиво решается, и она будет решаться быстро. Это, к сожалению, совсем не так. Вот. То есть вы можете вполне попасть в ситуацию, когда так сделать не получится. Значит, давайте просто посмотрим. Значит, в принципе, я, как я уже сказал, мы можем без ограничения общности считать, что мы вот всегда наш путь стартуем в А. Ну, просто потому, что мы в итоге найдем цикл, и нам в этом цикле все равно, с какого места начинать. И, допустим, нам известна некая функция fVertexSetI, которая нам возвращает минимальный путь, пройденный к моим ваезжорам. Если он посетил вот на данный момент множество городов в VertexSet, почему множество? Потому что нам на самом деле будет неважно, в каком порядке мы их обходили. Это вот. И на данный момент он находится в городе И. Кроме того, мы будем... Тут важное, на самом деле, дополнение. Мы будем поначалу считать... Ну, просто чтобы у нас это завершилось адекватно. Мы будем считать, что мы вначале в вершину А, по сути, не посещали. То есть у нас есть просто пустое множество, и мы в нем находимся как бы нигде. Вот. Зачем это нужно? Затем, что... Вот давайте представим себе, что у нас есть такое ограничение, и теперь попробуем, допустим, что мы эту функцию умеем вычислять. Как мы можем, зная эту функцию, найти оптимальный путь? На самом деле, все очень просто. Вы просто берете и пишете, что я хочу найти F от... Я посетил, получается, все вершины А. Боя, собственно, мы А не учитываем, потому что мы должны в него еще раз ввести. Множество имеет хранить и уникает несколько элементов. Значит, вот у нас есть А, Б, Ц, Д, Е. То есть мы посетили все эти вершины. И сейчас где находимся правильно? ВА. Ну, потому что мы хотим... Мы начинали ВА, мы хотим вернуться ВА. Вот. Если мы можем просто вот эту функцию посчитать за какое-то время, то мы задачу решим. Остается вопрос только за какое время ее можно посчитать. Вопрос, на самом деле, не очень сложный. До этого надо заметить, что, да, я говорил, что у нас динамическое программирование здесь будет. Давайте просто посмотрим, как эта штука выглядит, вот как выглядит подсчет такой функции, скажем, для F от А, Б, Ц и находимся в Ц. То есть мы хотим узнать, какой путь минимальный прошел Камей-Вальжор, если он побывал вот в этих трех вершинах уже или городах, и при этом сейчас находится именно в вершине Ц. Как он мог попасть в эту всю историю? Значит, он мог находиться в вершинах А, Б. Ну, то есть по-любому он до до Ц посетил, понятно, вершины А и Б. Но он мог эти вершины посетить так, что он на данный момент находится в Б, а мог посетить так, что он на данный момент находится в А. К этому графу это не имеет отношения, потому что мы А хотим посетить в конце. Вот. Значит, соответственно, мы видим, что, ну, в принципе, опять же, вот эти штуки можно посчитать не зная. Как можно попасть вот в эту ситуацию? Ну, на самом деле, попасть в эту ситуацию можно очень просто. Нам просто нужно, ну, вот каким-то образом мы попали в А. Допустим, мы будем считать, что действительно мы учитываем в начале, а у нас там задача просто посетить все города, мы не хотим там сокусловно делать. Тогда у нас просто вот это значение этой функции будет 0. А если мы считаем, что мы, например, стартовали в какой-то вершине Е, и поэтому она тут не учитывается, то у нас будет, соответственно, в данном случае значение этой функции просто 1. Ну, допустим, вот мы стартуем в Е. А в значении вот этой функции будет, соответственно, мы должны были попасть каким-то образом в Б. И вот это вот неявно – это 4. Говорили, Даша, у нас ЕБ – это 4. Вот. Ну, и, соответственно, дальше мы это легко посчитаем. То есть у нас, получается, мы, значит, чтобы попасть из А в Б, нам потребуется что сделать? Пройти по вот этому ребру, поэтому в итоге это будет стоить 2. А вот эта история будет стоить из Б попасть в А. Ну, тоже 1, да, то есть 5. Вот так, здесь у нас ненаправленные ребра. Ну, каморевые жиры обычно считаем, что ненаправленные. Вот, у нас получается два варианта. Нам нужно между этими двумя вариантами выбрать. То есть либо мы идем из вершины Б в С, либо мы идем из вершины А в С. Ну, давайте просто проверим, посмотрим, что лучше. Значит, если мы идем из вершины Б в С, то это добавит к нашей стоимости нашего пути еще единичку. Это будет 3. А если мы вот из этого пути идем и идем из А в С, то это будет аж 9. Вот. То есть нам на самом деле надо просто выбрать из этих двух вариантов минимум, и мы принимаем, что минимум в данном случае это 3. Вот. Мы понимаем, что вот наш путь, который нам для этого нужен. Как обойти 3 вершины. Значит, точно так же мы можем тут добавить вершину D, и точно так же все расписать. И мы понимаем, что у нас всегда, у нас никогда не будет циклов в этой истории. Потому что мы каждую вершину посещаем ровно один раз. У нас пути, то есть вызовы функций, которые содержат меньше вершин, они будут идти ниже, и от них будут идти стрелочки вверх, а к ним ничего пойти не может, потому что мы не можем вычеркнуть факт посещения какой-то вершины. Вот. Получается, что это какой граф? Это будет циклический направленный граф. И, значит, мы на нем можем применить динамическое программирование. Остается единственный вопрос, а сколько это все займет? На самом деле это не совсем тривиальный вопрос, как раз-то. Посчитать можно с разной степенью точности, но давайте просто подумаем, значит, сколько у нас всего вершин в таком графе. Для этого нужно посчитать, сколько у нас множеств может быть. Значит, сколько у нас, в принципе, может быть множеств. А множество у нас будет... Каждое множество формируется по принципу, мы берем вершину или не берем в этом множестве. Ну, то есть, в случае там еще может быть пустое множество, очевидно. Как раз вот это, откуда мы начали. Можем считать, что для пустого множества, и для пустой вершины у нас как раз-то ответ ноль. Значит, если мы можем взять вершину, а можем не взять, у нас получается, что просто это последовательность из ноликов и единичек. Соответственно, несложно понять, что у нас эта последовательность будет длины с наших вершин, то есть n. И любая такая последовательность, она будет задавать какое-то множество, и для этого множества мы будем вынуждены так или иначе подсчитать значения. Ну, кроме этого, на самом деле, каждому такому множеству в худшем случае может быть сопоставлено порядка n вершин. То есть у нас каждая n вершин исходного графика. То, что у нас, например, множество А, Б, оно есть с Б вершин, а есть с вершиной А. То есть мы можем в каждый момент времени, нас нужно еще из этого множества выбрать то, в какой вершине мы закончили путь. Ну, понятно, что для множества разного размера это будет иметь разное значение. То есть если у нас множество размера 1, то у нас будет всего одно такое, вот такая пара. Если оно размера 2, то уже 2 и так далее, и так далее. То есть на самом деле, ну, в среднем будет порядка n. Поэтому получится вот такая сложность, то есть сколько у нас вот этих множеств умножить на n. А сколько их? Ну, бинарный строк длины n будет 2 в степени n. И все это n. Хорошо, у нас таких вершин будет вот такое количество. А за сколько мы для каждой вершины, двигаясь по графу, вычисляем значение. На самом деле это делается тоже за... Ну, это делается за от единиц, как... Пардон. Не за от единиц, это делается за... Порядок, пардон. За порядка от... Ну, за число, сколько вот у нас стрелочек ведет в данную вершину. Их тоже максимально может быть n штук. По понятной причине. То есть тут на самом деле просто будет, что нам еще нужно все ребра посмотреть. То есть и этих ребрах тоже будет порядка 2 в степени n на n. Получается, что у нас суммарно алгоритм работает вот за такое не очень красивое время. 2 в степени n. При этом, что смешно, на самом деле это все равно лучше, чем n факториал. Вот то, что здесь написано, будет расти медленнее, чем n факториал. Это можно показать, можно просто построить. Поэтому на самом деле эдемическое программирование достаточно известное для этой задачи алгоритм, который, в принципе, если у вас там вершин не очень много, скажем там, до 20, он, в принципе, работает. У него единственный минус, что на самом деле, так как мы не хотим, что у нас этих вершин, для которых мы должны хранить информацию, их тоже порядка 2 в степени n. То есть у нас будет еще расход по памяти экспоненциальный. То есть, в принципе, даже если у нас этот алгоритм как-то очень-очень быстро работал, на очень крутом языке программирования, который прям все влет считает, у нас еще память кончится в какой-то момент просто. Память у нас тоже не приспособлена к алгоритмам, которые ее потребляют экспоненциально. Вот. На самом деле, кроме такого способа, есть другие. То есть есть другие способы точного решения задачи. Они в том, есть основанные на переборе, есть основанные на умной динамике, своеобразные, ну, либо не динамики других уже алгоритмах, они будут там, то есть можно еще быстрее сделать, но у вас по-прежнему будет сохраняться вот эта степенная зависимость, просто потому что эта задача, опять же, я повторюсь, принадлежит классу n.p, и для них экспоненциального решения может не существовать. Вот. Соответственно, что если нам не очень важно найти точное решение? На самом деле, очень часто нам действительно пофиг на историю с тем, что мы хотим найти точное решение. Мы хотим найти хоть какое-то решение, которое будет не очень фиговым. Давайте попробуем вот на этом графе посмотреть, а что если мы просто начнем, например, скажем, с вершины а, и просто на каждом шаге будем выбирать ближайшую к ней вершину, то есть из тех, которые не посещены. То есть из А мы идем, ну, тут, может, тут несколько вариантов. Допустим, мы из А мы идем в В. То есть мы пошли из А в В. Это самое естественное. То есть у нас, по сути, это жадный алгоритм как раз мы сформулировали. Из А в В пойдем, потом пойдем из В в D. Нет, из В в С, пардон. Потому что, опять же, самое ближайшее к В вершине – это С. Пошли сюда. Потом из С мы пойдем. Ну, в А мы не можем пойти, потому что нам в него вернуться надо. Пойдем из С в D. Тоже нормальный вариант. И теперь, вот теперь мы попадаем в не очень хорошую ситуацию. Как раз-то вот когда мы… То есть у нас вот эта жадность нас довела до чего? Что из D, а мы вынуждены идти в E, которое очень дорогое. То есть пошли в E. Это дорого. Мы видим, что 4 плюс 5 – 9 уже. Ну и возвращаемся. И вот у нас получился путь, который мы, в принципе, умным перебором тоже находили. Это путь неоптимальный. То есть он 10 занимает, а мы находили оптимальный путь, который занимал 9. Который был из А пойти в B, из B пойти в D, из D в C, а из C в E, и потом вот так вот. То есть мы находили более оптимальный путь, как минимум. Возможно, здесь есть и более оптимальный. Сейчас А, B, C. Нет, вроде бы нет. Вот, то есть оптимальный 9, мы нашли 10. Вот, и поэтому на самом деле, то есть как бы как раз-то вот это возникает заблуждение, что типа жадные алгоритмы, они – это алгоритмы, которые вот могут ошибаться очень сильно. Но здесь как бы под жадным алгоритмом подразумевается уже чисто задача, так называемый, эвристический алгоритм приближенный. То есть он вам действительно найдет какое-то решение, но это решение, оно не будет оптимальным в общем случае. И вот в данном случае мы видим, что есть некое отличие. Мы нашли не самое оптимальное решение. Более того, можно там показать, что он может достаточно сильно ошибаться. То есть, например, вот у нас есть, причем на очень простых примерах, вот у нас есть точки, и пусть у нас длина ребра – это действительно просто расстояние между точками. И оптимально будет начать с этой точки и вот так вот пройти. И действительно, если вы запуститесь с этой точки, у вас все хорошо пройдет. Вы из этой точки идете сюда, потому что это самое ближайшее – из этой сюда, из этой сюда, ну а из этой сюда, потому что больше вариантов у вас не осталось. И окей, то есть как бы классно, алгоритм работает, кажется. Теперь мы начнем не с вот этой точки, а давайте начнем вот с этой. Вот если начать с этой точки, то вы пойдете сначала сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Вот, и мы видим, что это явно не оптимальный путь. И на самом деле, как бы, как можно понять, что этот путь не оптимальный? В нем просто есть пересечение. Явно что-то не учли. Вот, то есть, опять же, эгоистических алгоритмов существует очень много, но главное, важно понимать, что вот алгоритм, который неточный, обычно с именонимом, что он эгоистический, он, конечно, не обязан вам находить оптимальный путь. Он может попадать в локальные минимумы, он может вам выдавать очень-очень плохие пути. То есть, опять же, для... Ну, то есть можно построить пример, когда у вас жадный алгоритм будет находить вообще путь, который один из худших, либо самый худший. Ну, просто вам нужно будет... Вам нужно алгоритм будет очень долго вести по ребрам длины один, а потом одно ребро поставить там, скажем, миллион. И так как он до этого шел, он выбрал все вершины, у него просто нет возможности пойти как-то иначе. Вот. Ну, можно даже идеи нарисовать. Давайте попробуем, значит. Значит, у нас из А в В у нас самое оптимальное – это единичка, допустим. Из В в С тоже единичка. Из С в Д тоже пусть будет единичка. Ну, вот так вот мы идем. Из С в Е. Из Д в Е тоже единичка. А из Е в А пусть будет, скажем, десять тысяч. Вот такой вот дурацкий граф. И теперь давайте мы для вот этого графа просто... Ну, то есть, при этом мы будем понимать, что, скажем, все другие ребра на самом деле тоже были длины один. То есть, вообще все-все-все другие пути были бы лучше. То есть, мы могли бы спокойно, например, пойти из А в Д, потом из Е, из Д в Е, например, вот так вот. Потом из Е в В, из В в С. Ну, и мы сказали, что у нас это ребро тоже Альбин. То есть, мы могли бы вот таким образом пройтись, у нас бы получился путь намного-намного лучше. Вот. Жадный алгоритм нам выдал решение, которое на самом деле худшее в данной ситуации. И такое действительно может происходить. И как бы, ну, поэтому вот эту евристику, ее в чистом виде не используют. Тем не менее, опять же, вот в умном переборе, который мы разбирали, когда вы выбираете, куда пойти, вот первый вариант, который раскрываете, разумно действительно выбирать тот, который идет в ближайшую вершину. То есть, когда вы там дошли, например, до вершины D, там пойти в вершину E, там F или какую-то, вы выбираете ближайшую. Потому что, скорее всего, это вам выдаст хорошую оценку. Если не выдаст, то вы все равно потом это увидите. Вот. Соответственно, евристических алгоритмов, примерных, приблизительных алгоритмов, которые решают НП-задачи каком-то, с каким-то приближением, которые решают, в принципе, просто очень сложные задачи с каким-то приближением, их очень много. Более того, их можно там использовать даже в тех случаях, когда у вас просто, у вас это не НП-задача, ну, типа НП-задача, у нее должен быть ответ да или нет. У вас это очень сложная задача, которая даже не обязательно на экспоненциальное время работает. Но, допустим, ее точное решение будет занимать там Н в сотой времени. Вот Н в сотой, это тоже очень-очень-очень долго, вы тоже это оптимизировать нормально, скорее всего, не сможете. И вот вы начинаете использовать какие-то алгоритмы, которые могут дать неправильный ответ, но зато они быстрые. И, кроме того, часто для таких алгоритмов даже показывается, что теоретически, если вы там достаточно все хорошо сделали, то у вас там ошибка будет, скажем, не больше, чем в два раза. Вот. И первый алгоритм, который мы рассматриваем, это генетический алгоритм. Значит, он построен на таком очень базовом понимании того, как работает эволюция. Вот у вас есть изначальная популяция, а вы в этой популяции начинаете, запускаете, собственно, отбор. То есть вы берете и ранжируете всю популяцию по приспособленности. Вам для этого нужна некая функция приспособленности. И вот вы посчитали, что у вас первые там четыре, они действительно классные, а остальные, ну вот они ниже. И вы просто выбираете из них только четырех. Дальше вы этих четырех каким-то образом скрещиваете. И вот здесь уже проявляется небольшое отличие от того, как работает эволюция. Вы оставляете ваших изначальных четырех, а кроме того добавляете вот этих гибридов. Вот. Естественно, если эту операцию делай достаточно долго, то вы зайдетесь к какому-то минимуму. Будет ли этот минимум оптимальным, это очень большой вопрос. Просто в силу того, что это статистический процесс. Вот. Часто этот процесс можно запустить, просто он быстро работает, и вы можете его запустить, скажем, сто раз и выбрать лучший из запуска. А очевидно, что точность этого процесса будет зависеть от того, сколько вы изначально особей набрали. То есть если вы их набрали тысячу, то у вас более полное исследуется пространство возможных решений, и вы, вероятнее, сойдетесь к чему-то хорошему. Но при этом важно понимать, что, опять же, чем больше ваше пространство, в котором вы ищете, тем сложнее будет его хоть как-то нормально покрыть и гарантировать себе, что вы там неоптимальное, даже просто локальное хотя бы хорошее найдете решение. Вот. Ну и про него как бы известно, что он действительно работает иногда хорошо. В частности, его используют для докинга, то есть это для поиска низкомолекулярных веществ, которые связываются с тем или иным рецептором, белком, при производстве лекарств, по сути. Но докинг сам по себе не очень хорошо работает, поэтому тут сложный вопрос. Важно понимать, что его очень сложно настроить для конкретной задачи. То есть для него может быть необходимо сделать 100 запусков. Но при этом, если вы его настроили, иногда очень сложно определить вот эту вот процедуру скрещивания. То есть она требует какой-то дополнительной информации, либо она требует вам действительно нетривиально проводить скрещивание. Просто взять вот... То есть часто у вас вот эти компоненты, они зависимы. Она, как я уже сказал, используется в докинге. И на самом деле есть несколько статей. Я какое-то время работал над чистыми деревьями и работал с ними. В том числе и над поиском оптимального дерева. И действительно генетический алгоритм, он на очень маленьких деревьях очень хорошо помогает находить более оптимальное, чем ищут все известные методы. Действительно, он их улучшает, скажем так, как минимум. Улучшает их качество. Ну и кроме этого, важно понимать, что вы в этот генетический алгоритм можете засунуть все, что угодно, не биологическое. И оно все равно будет работать, потому что это просто программа. Вы можете в любые юристики, которые вам навеяны, либо интуиции, либо биологии, опять же, либо еще чем-то. Вот. На самом деле, при большом желании, можно даже задачу коммеризора решать генетическим алгоритмом. Вы генерируете определенное количество изначальных циклов, которые вам нравятся, эти простые циклы, которые по всем вершинам ходят. Скажем, вы их сгенерировали 100 штук. А дальше вы, вот это отличие от того алгоритма, который я до этого описал, вы делаете несколько мутаций. Значит, для каждого цикла вы делаете 9 мутаций. Значит, зачем нужны эти мутации? Потому что, вот, как это, в данной задаче у вас нет гарантии того, что вы изначально сможете... То есть, потом с крещиванием сможете побороть проблему того, что вы просто какие-то сочетания вершин стоящих рядом, ну, просто какие-то ребра просмотрели. Поэтому нужно добавить еще дополнительный компонент, что у нас происходит, кроме, собственно, скрещивания, еще мутации. То есть, получаем 1000 циклов, из них отбираем 100 лучших и их скрещиваем. Полученных потомков и изначальных родителей еще раз набираем 100 лучших и эту процедуру повторяем. И, в принципе, так можно неплохо найти хорошее решение. Единственный, конечно, вопрос будет в том, как вы будете именно делать процедуру скрещивания, потому что она нетривиальна. Вы не можете просто взять половину первого пути и половину второго пути, то, что у вас в этих путях могут содержаться, просто в половине первого пути у вас была какая-то вершина А, а в половине второго пути она тоже есть. Не вершина Б, скажем. У вас получится просто путь, прискрещивание некорректно, содержащий один раз одну и ту же вершину. Соответственно, вам нужно это делать как-то более по-умному, это нетривиально. Второй вариант, это муравьиный алгоритм. Он основан, опять же, на биологической интуиции, что вот у нас есть пища, и муравьи, когда находят эту пищу, они просто берут и прокладывают, скажем, путь феромонами до этой пищи. Теперь представим себе, что мы поставили вот на этом пути преграду, причем такую достаточно большую, допустим, но при этом, чтобы феромоны спокойно там унюхивать они могли. Вот. И муравьи начинают, на самом деле, то есть они вот сюда как-то еще, возможно, могут иногда взобраться, но это очень долго и очень трудно. И вот они начинают искать новый путь к пище. И как они его находят? Ну вот один пошел сюда, ничего не нашел, вернулся, этот пошел сюда, ничего не нашел. А вот какие-то муравьи, они путь к пище нашли. И они начинают по этому пути ходить, оставляя феромоны. И у вас со временем этот путь становится все более привлекательным для муравьев, которые вышли из муравейника, и поэтому вот у вас появляется новый путь к пище. При этом понятно, что вы будете, вполне возможно, вы найдете самый короткий путь, потому что, опять же, муравьи могут немножко со следа сбиваться, и они будут это корректировать, получается. То есть тот муравей, который прошел более короткий путь, он этот путь будет оставлять. Но понятно, что в биологии это будет работать сложнее, но мы сделаем просто, как бы вдохновленные идеи из биологии, сделаем следующий путь, следующий алгоритм. Сделаем просто пукты муравьев и запустим их по графу. Причем каждый из них будет, опять же, начинать свой путь вершине А и заканчивать его вершине А. И поначалу он просто будет брать, выбирать любую вершину случайную, которую ему стоит сейчас пойти, просто по принципу, что равновероятно выбрать нужно, и при этом не пойти в одну и ту же вершину два раза. Ну и он доходит до последней вершины и возвращается в стартовую. А дальше он на ребрах, по которым прошел, оставляет небольшой след феромона. И причем этот след будет пропорционален длине пути. То есть как бы если у нас путь был очень длинный, то у нас феромона будет на ребрах оставлено мало. Если это был очень короткий путь, то у нас феромона на каждом ребре останется больше. То есть мы запустили так 100 муравьев, и они пометили, какие ребра являются субоптимальными. Дальше на следующих шагах мы опять будем запускать муравьев, но муравьи уже будут выбирать, куда пойти, с вероятностью неравновероятно вершину, а выбирать будут то ребро, которое содержит больше феромона. Вот, и за счет того, что в принципе как бы гоминтон, ну действительно решение гоминтонного пути, оно состоит как бы из локально оптимальных решений, у вас действительно получится, что такой вот алгоритм может тоже найти оптимальное решение. Это не всегда получится, это будет работать не очень хорошо, но есть опять же куча модификаций вот этого муравьиного алгоритма, который позволяет вам с этим работать. Ну и кроме того, опять же, если кому-то вот интересно, это действительно очень красивый по своей природе алгоритм, хотя они работают часто не очень хорошо, но они красивые. Есть типа огромное количество алгоритмов, в том числе есть такой алгоритм, например, волчий алгоритм. То есть типа там идея в том, что оптимум ищется так, как волки загоняют свою добычу. Вот можно это почитать, он действительно, по-моему, Wolf Optimization, хотя называлось, что в таком дуе. Это можно найти. Теперь мы немножко от камеревизора уйдем, перейдем к играм, потому что нам хочется посмотреть еще какие-то алгоритмы. Вот допустим, вы играете в крестики-нолики, и вам нужно решить, в какую сторону вы хотите пойти. То есть вот куда вы хотите поставить крестик. Как это сделать? На самом деле самый логичный вариант будет что сделать? Мы вот начнем, скажем, вот здесь. И просто вот у нас два варианта. Давайте мы просто посмотрим вообще все дерево решение. Вот у нас мы поставили сюда x, потом нолик может поставить либо сюда, либо сюда. Можно на самом деле еще другие посмотреть. То есть нолик может быть поставлен в принципе в любое место на самом деле. Нолик еще может быть поставлен сюда и так далее. Мы можем исключать позиции, которые получаются друг из друга просто вращением квадратика. И мы в итоге можем просто для каждой позиции, для каждого, для этого хода, и для этого хода посчитать, в каких ситуациях мы точно выигрываем. Вот мы видим, что, например, там здесь возможно ничья, там здесь на самом деле тоже в этот момент возможно ничья и так далее, но мы просто берем и подсчитываем, где мы вероятнее выиграем. Допустим, мы вероятнее выиграем здесь, поэтому давайте крестик ставить в центре. И дальше мы так проверяем, что, в принципе, мы можем на каждом шаге вот так вот выбирать, и на самом деле для крестиков-ноликов существует просто для крестиков именно выигрышная стратегия, которая, ну не выигрышная, но стратегия, которая позволяет им в худшем случае получить ничью. И это, в принципе, работает, но возникает вот с крестиками еще понятно, как это все сделать. В принципе, даже тупой вариант, когда вы не учитываете то, что у вас позиции могут быть симметричные, в данном случае это учтено, вы отдельно не считаете вот такую позицию, когда у вас нолик не здесь, а вот здесь. Даже если вы сделаете это в тупую, у вас, в принципе, алгоритм работать будет. Но что может получиться, может получиться не очень хорошая ситуация, то у вас возможных путей сильно больше. Ну, например, в шахматах у вас путей реально больше. То есть у вас там очень быстро разрастается число возможных позиций намного быстрее, чем в крестиках ноликов. И здесь, на самом деле, на помощь приходит так называемая, ну, то есть, на самом деле, тот же метод ветвей и границ, но он немножко более красивый. То есть это называется поэтому альфа-бета-отсечение. Вот вы идете в разные позиции, и каждой позиции даете некую оценку. И вот вы пошли сюда, например, сюда и сюда. Значит, вы пошли, дали какую-то оценку позиции этой. Ну, окей, типа, выбрали позицию там самую классную. Опять так выбрали. И так далее, и так далее. Вы в какой-то момент понимаете, что, ну, вот у вас там, допустим, у вас глубина, вы глубина просмотра позиции, там, вот, грасмейстер, смотрите на 10 ходов вперед, скажем. Вот, вы досюда дошли. Вот у вас компьютер тоже, грасмейстер. Вот, и он видит, что, например, сюда там вообще идти не надо, потому что это плохая позиция точно. А всем остальным он дал какие-то оценки. И вы оцениваете вот этот ход по тому, как оценены вот эти итоговые позиции на глубине вложенности 10. То же самое вы делаете для этого, и для этого, и для этого. Вот, и вот здесь мы, например, быстро очень отрубили какую-то часть. Значит, почему это выгодно? Потому что вы опять же можете, вот здесь вы получили вот для каких-то путей оценку, и вы опять же можете сказать, например, что во всех этих позициях, там, минимально, то, что я, я тут, например, у меня там плюс 9, плюс 5. Вот этот ход, он очень классный, он мне дает там преимущество, сразу я там ладью съел. А есть варианты, когда, там, вот этот вариант, я не ем ладью, просто дальше играю, и там где-то лажаю, еще делаю не просто не ем ладью, а делаю как-то не очень хороший ход. Вот это минус 0,5, скажем. Ну, а здесь там совсем плохо, допустим. То есть я беру, я сразу сюда вот иду, пятерку. Ну, допустим, даже вот, типа, у этого, вот перехода в эту позицию оценка обычная. То есть, типа, может быть, я там что-то решил другое придумать. Но дальше я опять же разворачиваю историю и смотрю, значит, могу ли я пойти вот в эту позицию. В принципе, могу, но в этой позиции, скажем, сразу там оценка минус 10. Я понимаю, что как бы я дальше ни играл, как бы дальше это ни шло, то есть, возможно, у этой позиции она, на самом деле, глубоко выигрышная была бы. Но вот до, пока вот я досюда дойду, у меня в этой позиции оценка плюс 5 точно не станет. Поэтому я это обрубаю. Собственно, поэтому, опять же, это вот родственно бренчинг балл. А здесь я спокойно дохожу. Ну, и опять же, оценку этой штуки я делаю на основании этой ветки. Ну, получается, там, скажем, плюс 4. То есть, что это действительно можно как-то хорошо пойти, не съедая ладью. Но все равно ладью съесть выгоднее. Поэтому я выбрал вот этот путь. Значит, почему это все равно будет эвристикой? Ну, потому что, опять же, вот у нас есть глубина просмотра. Мы понимаем, что шахматная партия может длиться потенциально там 100 ходов условно. Мы не можем проглядывать на такую глубину нашей позиции, даже если там какие-то симметричные начнут образовываться. Поэтому мы вынуждены вот в данном случае выбрать вот этот путь. Хотя, возможно, он недостаточно оптимальный. То есть, вполне возможно, что вот не съев ладью, мы там еще там на 11-м шаге буквально вот здесь мы ставим мат. То есть, мы выиграли. И у этой штуки тогда там будет оценка плюс бесконечность. Потому что там как бы враг ни сходил, все равно это будет... Все равно мы ставим мат. Но мы это просмотрели, потому что мы смотрим только на глубину вложенности 10. А тут, возможно, у нас сразу после всех этих вариантов, так или иначе, у нас съедает ферзя, и мы оказываемся в очень нехорошей позиции, минус 9. Мы можем таким способом, в принципе, не всегда мы будем выигрывать. Точно так же, как госмейстеры не всегда делают ходы, которые там через 20 ходов кажутся вообще хоть как-то адекватными. Такое может произойти. Они действительно, ну, человек просчитался, либо просто не смог победить, что она так далеко. Соответственно, в принципе, эта штука будет работать. Но есть момент один, что для шахмат вот это действительно работает. Действительно людей научились побеждать, потому что компьютер может просмотреть на 20 шагов вперед, а человек там только на 10 или 12. И причем это без нейронных сетей, без какой-то стахастики, просто вот так вот выбирая и оценивая каждую позицию. Там нужно правильно оценивать позицию. Это очень важно, чтобы у вас какая-то юристика оценки позиции была хорошей. Но дальше началась проблема, потому что у вас есть игры, которых больше позиций, чем в шахматах. Например, в ГО. Оказывается, что ГО они сложнее, чем шахматы. Либо есть еще японские шахматы, которые тоже сложнее обычных шахмат. И в них тоже нельзя вот так просто просчитать все наперед. Вот. И здесь вам уже, к сожалению, потребуется еще какой-нибудь элемент стахастики, чтобы все это оценивать и просчитывать на достаточно глубокие пути. И кроме того, вам нужно как-то оценивать позицию. И, возможно, вы поначалу хорошей оценки позиции не имеете. Потому что, возможно, у вас там партии в ГО записано куда меньше, чем в шахматах. И здесь вам на помощь приходят методы, которые общим словом называются методы Монте-Карло. На самом деле метод Монте-Карло обычно встречается. Но на самом деле их очень-очень много и очень-очень разно. И чаще всего их поясняют на такой простой истории, что, допустим, у вас есть некая область. Вы умеете проверять, что у вас точки какие-то... Вы можете брать точки из пространства. И у вас... Вы можете проверять, что эти точки, в принципе, принадлежат этой области такой. Но при этом вы не можете точно определить... То есть вы не можете эту область как-то аналитически посчитать, какой у нее, например, какая у нее площадь, например. Вот как это сделать неаналитически. Ну и оказывается, что можно просто точки... Вот вы говорите... Мы сказали, что можно брать точки из этой области. Давайте брать просто случайные точки из области. И вот у нас какая-то из этих точек попадет в область нашу, интересующуюся нас. А какая-то не попадет. А дальше мы площадь нашей области можем апоксимировать просто отношением числа синих точек к суммарному точек вообще во всем пространстве. И, в принципе, так действительно тоже считают объемы, считают площади, считают интегралы. Таким образом их действительно приблизительно можно посчитать в некоторых случаях. Вот. Ну и понятно, что чем больше точек вы возьмете, тем у вас будет более точное сомплирование. Вот. И как скрещивание двух методов рождается такая штука, как Монте-Карло 3-серч. Она обычно просто сокращается до первых букв. То есть M-C-T-S. Значит, мы берем и из какой-то позиции идем в другую. Потом идем в другую и так далее, и так далее, пока мы не дойдем до какого-то результата. Какой-то у нас есть результат. Это может быть leave node, это может быть, опять же, просто какая-то промежуточная партия. Ну, то есть у нас есть какой-то лимит на рекурсию. Значит, дальше мы решаем. То есть вот в данный момент мы дошли до чего-то. Дальше вместо того, чтобы просто сказать по нашу оценку, мы, может быть, на самом деле у нас уже есть оценка вот каждой этой ноды. Мы берем и просто идем и играем игру некую до конца самого. То есть мы просто будем идти, просто случайно. То есть мы не будем здесь в каждом варианте, каждый вариант проверять. Мы просто будем идти вниз, выбирая на каждом этапе, ну, локально оптимальный вариант. То есть опять же, это просто жадно по сути. Мы вот сыграем эту игру, а дальше просто обратно расскажем, а какой у нас результат. То есть мы обновим нашу оценку позиции вот этой. То есть она была, например, 5, стала 10. Мы обновим вот этой вершины оценку. Вот уже скажем, что она была там 5, стала 11, например. И так далее, и так далее. То есть мы, зная, мы на основании того, что мы где-то вот здесь просто случайно, идя жадно, нашли хорошее решение, либо, может, даже не жадно, идя просто там случайно или как-то плюс-минус оптимально, мы можем вот на основании этого просто на каждом шаге обновлять наши оценки вот этих нод. Таким образом, просматривая вперед, на очень большое число шагов, но очень, ну, какие-то просто определенные пути. Вот. И таким образом можно, в принципе, запустив эту процедуру много-много раз, в результате вы получите для каждой ноды на каком-то углублении, вы просто получите оценку. То есть вот сюда идти – это 10, опять же, сюда идти – это 15. Ну, или там опять 10, давайте 9. Вот. И вы поэтому вот в данный момент времени решаете, что нужно идти сюда. Все, вы забываете, на самом деле, о части дерева, которая была выше всего этого, или сбоку. Все вот эту историю забываете и начинаете уже отсюда. Опять же, вы точно так же какую-то часть с нод просто просматриваете, плюс-минус точно. А дальше начинаете опять запускать вот эти симуляции, и на основании их оценивать, куда бы вы пошли лучше. Вот. И вы так делаете очень-очень много раз, и вы в итоге можете… Ну, то есть, опять же, здесь, на самом деле, это шаг. Ваш соперник, возможно, делает тоже какой-то шаг, вы понимаете, куда, где вы теперь оказались. И вы в итоге, опять же, можете таким образом играть. Здесь возникает, конечно же, два вопроса. Во-первых, функция оценки. То есть, как я говорил, она должна быть очень хорошей, и этот вариант, он для… То есть, допустим, у вас игра, которую вы раньше не видели. Что делать? У вас нет способа придумать какую-то хорошую функцию оценки. А если она будет плохая, то вот эти вот симулированные игры, они на самом деле сами по себе тоже будут плохие. Поэтому у вас все эти оценки поплывут, и все это будет очень-очень грустно. Потому что вам нужно симулированную игру играть, использовать какой-то метод идти вниз не очень плохо. Вот. И, собственно, поэтому… Давайте просто… Так, следующий слайд. Вам нужна какая-то обучаемая функция оценки. То есть, она действительно должна… Вот вы там играете игру, и в ходе игры вы эту функцию оценки обучаете. То есть, вы должны понимать, что, допустим, вы сюда дошли, у вас здесь там функция оценки для вот этой вершины поначалу выдавала 10. Вы либо сыграли игру и увидели, что совсем плохо. Используя эту историю, вы сделали этот шаг, и у вас там стало на самом деле не 10, пардон, а сильно меньше. Либо вы все-таки игру не сыграли, но вас просто вначале вот эту оценку получили, а дальше, когда вы делали симуляции, много-много разных симуляций, у вас почему-то вместо оценки 10 получается устойчивая, ну, настойчивая оценка 7,5. И вы тоже вот можете в этот момент тоже свою оценку как-то проабдейтить, как-то подобрать веса, чтобы у вас теперь было уже не 10 оценок, а 7,5. Вот. Соответственно, вам нужна какая-то обучаемая функция, и она должна обучаться неплохо. Если эта штука обучаемая, то это на самом деле алгоритм машинного обучения будет там, и можно использовать нейронную сеть. И авторы Альфагор, они это сделали. То есть они это сделали, на самом деле, сильно сложнее, чем я описал. У них было сразу несколько нейросетей, которые там просматривали разное число вариантов на разную глубину, они обучали еще друг друга. Ну, как раз потому, что нам нужна быстрая сетка, чтобы гонять симуляции, и, возможно, чуть медленнее, чтобы вот открыть вот эти первые самые ноды. То есть мы их открыли, прогнали много-много симуляций, обновили оценки, дальше сделали шаг, дальше опять медленно посмотрели какое-то ближайшее окружение, а дальше начали оттуда быстро делать симуляции. Вот. Но, тем не менее, они действительно публиковали эту сетку, и она выиграла у лучшего, он чемпиона по гору. По сути. Лучшего игрока в го она выиграла, причем там каждый следующий раз с более разгромным счетом получала. Было несколько заходов. Вот. Дальше авторы пошли дальше. Вот то, что я говорил, значит, для го они все-таки использовали некие базовые представления, которые они знали о самой игре. То есть там были какие-то пометки, какие партии не очень, какие партии, какие ходы изначально не очень хорошие, и так далее, и так далее. Вот. Дальше они сделали альфа-зиро. Это сетка, то есть это не сетка, а получается набор из, собственно, Матекарло-трестершей функции оценки, которая учится в виде сетки. Они, зная только базовые правила игры, показали, что она может учиться на очень многих играх. Ну и в частности, какая игра самая интересная там для... для людей. Наверное, это все-таки шахматы, опять же, потому что в шахматы играет очень много народу, сильно больше, чем в ГО или другие похожие игры. И просто они позвали вот Камника, в частности, чтобы он просто проанализировал, вот, а вообще как... то есть что выучила сетка. То есть она не знала, какие бывают гамбиты, она не знала, какие бывают просто начала даже, как начать игру в шахматы. Она знала только, как ходят пешки, и как там рокироваться и прочее. Вот. И он начал анализировать, какая она играет, и там действительно было очень весело, потому что она переоткрыла очень многие дебюты, она переоткрыла многие начала, и она... Там просто было показано, что она в том числе находила очень интересные, редкие, так называемые, начала, когда вы там пешкой ходите не в середине, а по бокам. И действительно она там... Ну и плюс, кроме того, она выучила какие-то вещи с какого-то момента. То есть она какого-то момента учила вещи, которые, в принципе, понятны человеку, а дальше она начала выучивать с какого-то момента вещи, которые, ну, не очевидны. У меня там был пиер. Вот. Такая вот история. Более того, сейчас вот к предсказуемой презентации я это не успел добавить, сейчас появилась, возможно, кто-то слышал, альфа-тензор. На самом деле, с игрушками, конечно, классно все. Игрушки – это игрушки. Это интересно, это на самом деле позволяет какие-то делать честные игры, в которых мы точно знаем, что нет преимущества там у белых, у черных или еще у кого-то. Мы точно знаем, что какой бы стороной вы ни играли, у вас там равные шансы или близкие к равным. Мы можем, допустим, взять шахматы, добавить какое-нибудь правило, что, например, пешка может ходить там один раз за всю игру, одна ровная пешка может ходить на три хода, на три клетки вперед. Мы можем посмотреть, а не дает ли это какого-то абсолютно неразумного преимущества белым. То есть, например, известно, что если дать преимущество, если сказать, что пешки всегда могут ходить на два хода вперед по тем же правилам, что сейчас есть, там, взятие на проходе и прочее, то белые получают очень большое преимущество. Они почти всегда будут выигрывать. Вот мы можем так проверять. Но это как бы, это интересно именно для игры дизайна, скажем так. А что еще можно сделать? Оказывается, можно оптимизировать перемножение матриц. то есть, мы знаем, что у нас для машинного обучения, я про это немножко говорил, нужно уметь перемножать матрицы. Игорь про это говорил много. Игорь говорил, что есть там алгоритмы, которые позволяют матрицы там быстро перемножать, быстро находить у них ранки и прочее. Вот, оказывается, что можно представить перемножение матриц как некую игру. и вам нейросетка научится перемножать матриц очень быстро. И более того, она для части матриц, то есть, там настолько сложные эти операции, что они для разного размера матриц они будут разные. И это она выучивает, что там для матрицы размера 7 на 7, скажем, вот есть такая-то последовательность действия, это лучше, чем было известно человеку. Вот. И вот таким образом была выпущена эта статья альфа-тензор. Но что самое смешное, что, опять же, вот напоминая нам, что на самом деле все эти алгоритмы они евристические, они могут сходиться к локальным минимумам, выяснилось, что она, например, для одного перемножения нашла, для одного формата матрицы она нашла, что вот он перемножается за такое-то время. Но люди буквально через неделю выпустили статью, что а можно лучше. То есть, на самом деле, это все равно неоптимально было решение, которое она предложила. Кроме этого, ну, кроме этого, там было из интересного, там было то, что вы можете подкональный компьютер оптимизировать, выбирать, какие оптимизации лучше. То есть, вы действительно можете ей говорить не только, сколько операций было сделано, но время, которое затрачено было на ту или иную операцию на данном компьютере. И за счет этого нейросеть может оптимизировать именно, какие будут выполняться операции на данном компьютере, учитывая его железо. Что тоже очень интересно и очень перспективная область разработки. Вот. Ну и последнее, что хотелось затронуть сегодня, это так называемая black box оптимизация. Значит, коротко она формируется в следующем разу, у вас есть некая черная коробочка, вы можете как-то влиять на выходное значение, крутя определенные ручки. Более того, как это точно работает, вы не знаете. В принципе, это можно даже в каком-то формате сформулировать как reinforcement learning, то есть обучение с подкреплением, то есть у вас есть среда, вы в этой среде что-то делаете, и вам приходят от этой среды время от времени реакции. И дальше можно читать про то, как с этим работают машины в обучении. Но часто это куда более простая история, заключающаяся в том, что у вашей нейросети, строго говоря, есть просто параметры или там у модели, гиперпараметры, то есть там сколько вы слоев хотите в нейросетку добавить, как вы ее хотите конкретно учить, там, используя какого оптимизатора, какой у вас, как вы будете наказывать нейросетку, какая у вас за ошибку, потому что нужно было предсказать 5, а она предсказала 5,7. Это будет очень большая ошибка или это на самом деле не очень большая ошибка. И так далее, и так далее. Вот все вот это, это гиперпараметры сети, они на самом деле особенно для сложных задач могут очень сильно влиять на то, к чему нейросетка будет сходиться. То есть она может сойтись, потому что она ничего не выучила, может сойтись, потому что она выучила вообще идеальную задачу, может чему-то среднему сойтись. И вот вам нужно эти гиперпараметры уметь подбирать. Их можно просто перебором опять же решить, но есть методы, которые позволяют это решать быстрее. Ну и да, обычно вам нужен какой-то обзор, очевидный ответ, как такую задачу в принципе решать. Вы пробуете какой-то вариант, и для этого варианта у вас есть некая моделька, которая будет запоминать, что вот если я попробую так сделать в этой среде, то у меня ответ будет вот такой. То есть у меня там модель будет иметь такое-то качество. И так вы будете делать много-много раз. И на самом деле, вот почему тут есть стрелка от обзорвера к инпуту, у вас обзорвер будет предлагать новые варианты. То есть сначала он предлагает какие-то очень плохие варианты, возможно, просто случайные. Может они и хорошие, но они случайные очень сильно. А по мере того, как вы будете ходить по этому циклу все больше и больше, у вас обзорвер будет предлагать варианты, которые, по его мнению, должны дать все лучшее и лучшее значение. И в итоге вы получите какой-то там набор рекомендаций от Observer, там, сколько должно быть слоев, как оптимизировать и прочее, которые дают вам очень хорошее решение. Опять же, это все может соединиться к локальному оптимуму, и это сходится. То есть я проверял, это действительно часто очень сходится, ну, по понятным причинам. Вот. И особо интересно, интерес в этом случае представляют так называемые байсовские методы оптимизации, которые реализованы вот в двух фреймворках. Я пользуюсь оптюной, есть люди, которые пользуются хайпероптом, но, в принципе, как бы разница там скорее в реализации, в том, как это именно сделано, чем удобнее пользоваться в таком случае, а именно сами методы, они друг у друга активно заимствуют. Вот. Ну и идея состоит на самом деле в том, что у вас вот у вас есть некая ну, скажем, допустим, что это у нас есть функция некая, ошибки, просто вот у нас есть некий параметр будет, значение некого параметра, например, learning rate. И мы знаем, что вот в зависимости от learning rate у нас качество будет нейросети финальное вот так вот меняться. и, допустим, больше лучше. Но это мы знали бы, если бы у нас была вот явная зависимость. У нас черная коробка. Вот у нас есть два observation, которые точно говорят, что вот здесь какое-то качество будет, а здесь такое. Дальше что мы делаем? А мы берем и через это дело пытаемся его как-то аппроксимировать, чтобы предсказать просто, ну, действительно, а что тут будет. То есть вот у нас реальное то, что мы настроили. И кроме этого у нас, что важно, у нас будет бороться две истории. Во-первых, с одной стороны мы хотим выбирать очень оптимальное значение, а с другой стороны мы хотим понять вот тут вот в этой области, которая нам на самом деле мы до этого ее не видели, насколько мы правильно оцениваем тут значение функции. Вдруг мы тут очень неправильно оцениваем значение функции, и она на самом деле идет Не вот так, как показано, а она идет, скажем, как-нибудь вот так вот вверх. Взлетает, потом опять падает. И у вас, соответственно, спейсерские методы оптимизации, они будут вот эту задачу каким-то образом решать. То есть они, с одной стороны, будут искать, пытаться выбирать точки, которые наиболее вероятно приведут вас к какому-то оптимуму, а с другой стороны, они будут пытаться исследовать хорошо пространство. Вот так. Ну, соответственно, вот мы выбираем какую-то точку. Новый observation мы выбрали здесь. Вот мы получили лучшую оппоксимацию функции в этой области. Потом мы берем следующую точку. Давай переключайтесь. И вот мы в этой области все посчитаем. И вот. И мы постепенно получаем более точную оценку функции. При этом нам не нужно перебирать буквально литер или каждое значение. Мы его оппоксимируем. Есть разные методы этой оппоксимации, но мы их не будем разбирать в рамках данного курса. Но могу просто сказать, что оптюны действительно очень часто находят очень хорошие решения. То есть вообще не те решения, которые человек незнакомый с той или иной архитектурой, например, нейронной сети, найдет быстро. То есть, например, даже для своей архитектуры можно найти значения лучше, чем были изначально. У меня, например, студент, я дал свою архитектуру. Он ее попробовал там просто перебирать руками. Разные значения параметров. Ну и у него получалось качество там, ну плюс-минус неплохое, но часто хуже, чем известные методы. Дальше я просто это все... Ну, то есть я не стал сам подбирать, я засунул это в оптюну. Она мне выдала какие-то значения. Посмотрел, что эти значения действительно похожи на те, которые я бы, зная особенности архитектуры, использовал. И оно действительно работает сильно лучше. Я такой, ну, давай использовать это. И в итоге у нас сейчас наш метод добивает качество. Стоит вот за архитектурой. Вот. Так, на этом мы презентацию заканчиваем. Да, я прошу прощения, что немножко задержал... А, ну, на самом деле презентация не получилась. Короче, у нас был небольшой технический ишью, связанный с тем, что просто у меня интернет вылетел. То есть я не хотел подключаться к интернету текущему. Вот. Давайте сейчас сделаем PRF на 20 минут. После этого порешаем несколько задач.